Сделайте обе ноги, но я лучше говорю сначала сделайте так, потому что я уже делаю сразу две ноги, но лучше пока не будет. Две сложно, разбегаются. Да, вы будете это собирать очень... Ну, очень, да, так и собирать. Потому что, во-первых, так вам будет легче стянуть тело, потому что стянуть, поверьте мне, две ноги сразу на таком тугом теле, это... Вот у нас получается, видите, пуговка внутри, но в то же время нога у нас, видите, вот такая. А вы это делаете после полной набивки вторую ногу? Нет, нога, видите, болтается. А, то есть вы еще не набиваете? Еще пока нет. Также я делаю вторую ногу. Хвасты отрезаю, потом беру вот такую штуку, опаливаю. Потом я беру клей, в момент, может цвет текстильный, может что. Обязательно проклеивайте то, что вы завязали, обязательно. Это лучше, это же, потому что, ну, я не буду окружать. В общем, берете клей, вот такой обычный кристалл, он не оставляет следов, он очень эластичный, он не скалывается, он нитки обтекает. И он, знаете, вот такой вот, когда он высыхает, он как резиновый такой получается в этот момент. Кристалл обычный, прозрачный, в любом хозяйственном проявлении. А ей сложно шампурка не проклеивать? Лучше брать нероссийского производства. Лучше берите немецкий ПВА. Вы знаете, некоторые виды ПВА остаются, к сожалению, пятки. Я беру немецкий ПВА, у меня пятки. А у вас нету, вот, показатель? Нету, нету, к сожалению. Берите любого немецкого ПВА, любой немецкий производитель, только нероссийский. Потом берем, набиваем ножку до конца, формируем, как вам нравится. То есть она будет, вот, ну, я говорю, просто не смотрите на это тело, потому что я сейчас, как бы, в таком балансахаре, что тело я подготовить не успела, которое именно для этого крепления. Поэтому я показываю вам на таком теле. А так оно выглядит гораздо эстетичнее, потому что там скаты идут такие хорошие. И, ну, там нормально случается. В общем, вот она будет у вас такая нога. В общем, она, видите, она болтается. То есть она будет подвижная. И в то же время вот она будет... Сразу хочу сказать, при таком креплении кукла стоит самостоятельно будет, если только вы ее уговорите. То есть сама она стоит вот как мальчик. Вот это вот, да, стоять она вряд ли будет. Хотя, если вы, в принципе... Ботинки сильнее. А ботинки, да, но он... Он будет делать вот так. То есть она у нас крепится побольше, побольше, или что? Нет, здесь просто, здесь сама наша креплением, понимаете, как она более подвижная. Это для более подвижных вот кукол. Вот именно, когда вот дети играются, я делаю вот такие. Потому что дети, я говорю, они, во-первых, здесь крепление достаточно надежное. Потому что, смотрите, с этой стороны у вас тоже будет куколка. То есть он, в принципе, не оторвёт. И не будет в рот тянуть, не будет это... Ну, и они любят же, когда вот такие куколки, когда подвижные сети вот это вот любят. То есть если кукла вот такая стоит, если вы хотите, чтобы кукла стояла, то лучше, конечно, делайте внешне куколичное крепление намертво это всё это затянуть, всё это, чтобы было... Потом сейчас я ещё вот вам ещё быстренько пробегу с кошкой на талон. То есть здесь всё понятно? Какие-нибудь вопросы не есть? Да-да-да, понятно. Если я что-то... А вторую ложку крепите, в смысле узелок, прячете между бедром и телом, да? В консульте затягиваю. Но уже не промазываете? Всё промазываю. А как же вы не пачкаете ножку? Аккуратненько кисточки, пинцетики, булавочки, иголочки. Промазываю всё. Затягиваю, промазываю всё это. То есть она... Ну, вот что. Вот видите, кстати, вот у меня получилось две левых ноги. То есть одна, если пришить вот-вот, то есть видите, как будет это ещё. Поэтому обязательно помечайся правую и левую ногу, чтобы потом вот не получить вот такую вот. В общем, ошибки вот они на... Теперь я быстренько ванну пробегусь, чтобы нас особо не занимать. Интересно вам про шплинтовое? Очень интересно, особенно как бы не на тедиках, а по фототикстильным использованием. Да, так я вам покажу. Я вам покажу просто на тедиках, но шплинтовое соединение в куклах используется очень часто. Кого-то спрочешь, никто не знает. Нет, шплинтовое соединение в куклах очень часто используется, но оно знаете, чем такое чревато? Кукла должна быть очень сильно набита, потому что если вы набиваете тедиков, вы набиваете их опилками, там шплинты, вы сами понимаете, это такие железочки. Это вот такие вот железочки, которые очень закручиваются, и у них есть острые концы. То есть вероятность того, что он прорвет куклу, в принципе, минимально. Но если кукла набита плохо, если у нее она является интерьерной, мягкой, то лучше этого не делать, потому что... А вы пластиковые шплинты ее не используете? Нет, я использую только металлические. То есть вот такие шплинтки. Это шплинт. Это шайба. Металлическая. Вот такая вот шайба. Есть вот такой диск. Они делаются арголитовые, разные. Кто занимается тедиками, знаете, я учусь, что я буду учить. Правильно показывали? Вот это вот... Главное правило у нас идет металл к металлу. То есть для чего нам нужны диски? Диски нам нужны для того, чтобы при том, как... Вот смотрите, если, например, очень быстро протрется картон. Металл, картон, аборголит очень быстро протрется. Поэтому между аборголитом и шплинтом вставляется вот этот вот металлический диск. Тогда, вы видите, он трется по металлу. Скольжение более будет гладкое, более такое. И, ну, естественно, предохранится от истирания. В основном, да, это используется в тедиках. Но я знаю, что многие используют в куклах. Потому что бывает, что нужна для куклы какая-то подвижность такая вот, что... Ну и кукла набита плотно. Я даже... Ну, у меня просто сейчас нету куклы, в которой я использовала шплинтовое соединение. Просто очень интересно, знаете, какой момент? Как с ногами, когда их потом набить можно, это ясно? Но тело-то, чтобы плотно набить, получается, ты же голое тело, ну, тряпочку просто закручиваешь. В тедиках делаешь то же самое абсолютно. То есть сначала пустое тело, все это вставляется, закручивается, а потом набивается тело. На обивке не мешает вот это? Это все это мешает, это руки стираются от шплинты в кровь, это сдирается, все, да. Потому что шплинты внутри закручиваешь, когда они острые. Да, это все, это нормально, это процесс, рабочий процесс. Просто когда... Я даже не знаю, почему некоторые просят делать такие шплинты в куклах. Честно. Просят? Я делаю. Спрашиваю, как... Может быть, кто-то что-то скажет, я даже не знаю, честно, я не углубляюсь. Если человек просит, зарпачивай всегда прав. Если просит, некоторым спокойнее понимать, что внутри куклы стоит более прочная конструкция, чем пуговичное крепление. То есть, это считается более, наверное, как-то... Хотя, по мне, пуговичное, оно гораздо... Ну, смотрите. В случае, что со шплинтом, человек вряд ли сам сможет отремонтировать игрушку. Он должен ее прислать мне, а живые, простите меня, достаточно глубоко в глубинке, он мне должен прислать эту куклу, прислать эту игрушку, я отремонтирую, то есть, я их делаю субсплатно и отсылаю обратно. Если у него пуговичное крепление, я могу, в принципе, по скайпу прекрасно объяснить, как ей отремонтировать игрушку самую, если вдруг ребенок или там кто-то оторвал руку новую. Так, значит, сейчас я вам скажу, что... Так, давайте я вам сразу наглядно покажу. Просто два лоскутка. Складываем. То есть, ну, например, это будет рука, а это тело. То есть, мы же мерк-мерк, правильно? То есть, это у нас будет вот так вот, например, рука-нога. У меня просто нет ни руки, ни на ней. Я просто вам коротко покажу, что... Даже, наверное, покажу на ноги. Даже не на михе, покажу на ноге. А по плотности прилегания это будет как скрытое обычное крепление? Плотнее. Плотнее? Да. Но не так, как наружное пуговое. Это будет плотнее, значит, за счет чего? За счет того, что у вас внутри тела, внутри тела, вы тоже будет у вас... Да, у вас тоже будет диск. Диск будет с диском стыковаться. Здесь у вас пуговица будет контактировать только с тканью. А встречного ответа не будет с тканью. То есть здесь не будет укропости. И все. А тут вот... Ну, можем себе представить, ну, например, я не буду тело распармывать сейчас, ладно? Это тело. Вот оно у нас. Это изнатка. Вот это вот, например, лицо. Просто-напросто вы берете... В этом месте у вас, например, будет... Это шило. Шило вы раздвигаете ткань, то есть здесь у вас будет крепиться тело. Вот оно, например, вот так будет. Ну, например, вот так. Да? Пускай это вот тело, это будет нога. Вы изнутри. Опять-таки вот стоит... Шплин подбирается так же, как и пуговицы, на 2 миллиметра где-то меньше от шва. Где-то 2 миллиметра. Вот. Видно всем вот так. С двух... Со всех сторон. Вы также раздвигаете вот так вот. Делаете дырочку такую. Потом в последовательность простая диск, шайба, шплинт. Шайба это металлическая. Вот такая вот ведет. Вот она, эта конструкция. Пальчиком держите. Изнутри. Изнутри. Вставляете. Управляете. Получаете. Сейчас дам рука, сейчас будете смотреть. Сейчас я вам дам. Знаете, чем пользуюсь? Еще такой нюансик очень удобный, хороший. Забыла принести. Чтобы это дело все не болталось, чтобы вот этот шплинт, он же раскакивает металлический. Обычный ластик. Резинка пластикная, чем дети стирают. Кусочки нарезала, надела сюда, зафиксировала. Это уже в теле? Нет. Это пока вы работали. А, это значит. Чтобы у вас все подготовленные шплинты не валялись потом внутри ног. То есть внутри шплинт вы можете загребнуть, смотреть. Потом я, сейчас я вторую ногу сделаю. Шплинты вы тоже вставляете в полупустую, то есть в полупустую в конечность. Потому что, опять-таки, если вы вставите в пустую, потом начнете набивать, очень тяжело будет вам это набить. Лучше это делать сначала. То есть я сейчас просто покажу на такой вот шплинт. Шплинты разных размеров, диски разных размеров. Есть миллионы, их целые кучи. То есть разновидностей много. Так, все вставляем. Ничего сложного. А проглеиваете вот эту дыру? Ничего. Ничего. Вы просто ее раздвигаете. Вы не рвете, а шимом раздвигаете. То есть здесь, в принципе, момент проклеивания. Вы можете проклеить, но... И вот оно у нас, туловище. Вот оно у нас, туловище. Это просто я показываю, чтобы, ну, вот оно вот так свернуто будет. Правда, вот так вот. Вы вставляете там, где должна быть нога. И с обратной стороны, вот обратная сторона, это у нас изнанка. С обратной стороны. Опять диск. Все это держим. Резинку, конечно, убираем. Пластик убираем. Все, мы начинаем работать. И опять диск металлический. То есть получается вот такая тоже, вот видите, конструкция. Сейчас я тоже передам, вы посмотрите. И, если надо, можно нарисовать. Да, я сейчас всю красочку, весь этот сэндвич я нарисую. А потом берете вот так вот просто. Курьер обычно вот так вот без рычки и закручиваете. Я вот такими обычными корнями. Теперь вот такими маленькими. Если маленькими, то маленькими. То есть это даже на круглогубцах у вас? Нет, круглогубцы здесь тоже. Вот они у меня круглогубцы. Есть шплинтоверты специальные. Шплинтоверты ведь нужно разные под каждый разный шпильт. Мне неудобно работать. Неудобно? Нет. Каждому неудобно. Ну, кому как, мне неудобно, честно. А вы сначала тело начинаете делать, а потом ноги или наоборот? Ну вот, чтобы закрепить так, как колодец. Тело пустое у меня уже, оно у меня пустое, оно чухонче, да. Нога тоже опять. Но там сразу руки, ноги как. Да, как вам? Вы же сами все потом порядок, как вам удобнее. Просто каждому удобнее, наверное, с ног начинать, потому что потом пальцы, а вы закрученные, если руки уже сделать, лезть в ноги. Я сейчас все это покажу вам, передам. То есть вы сами поймете, здесь насколько сильнее, плотнее будет крепление. Все, здесь я быстренько сейчас вот так вот опять здесь все закрепляю. Я когда тело начинаю делать, я сначала, я очень долго их собиралась делать, потому что мне почему-то эти страшные слова будут всегда, шплинты, вот эти все эти диски. Мне казалось, что это так, это сложно. Потом, когда я обрадалась, что это так, в принципе, ничего сложного. И это даже очень легко. Единственное, что чем меньше вот этих, тем сложнее его делать, конечно. Все это. Все, вот, набила, зашила. Последнюю минуту, последнюю, вот, когда уже все конечности прилепятся. Вы сами сейчас увидите, здесь, да, кукла будет стоять. Это потому что... Сейчас я нарисую сцентричек. Вы можете вспомнить. Это можно сценить? По-моему, это синий штучки, которые висят на доске. Да, это стирачка. А, все, я нарисовала внутри. Как это слово, стирачка. Зато все поняли. Так, нарисую, значит, это ткань у нас входит. Предположим, это тело. То есть, вот здесь у нас будет. Вот жалко, в магазине нет еще комментов. Я спрашиваю. Ну, потому что еще, типа, тейдинг не начали. Но я думаю, что Олю надо... Морально-морально к этому направлению. Тем более, вот сейчас попадет в гимноник, все равно, какие-нибудь эксклюзивные махиев привозят. Сейчас, конечно, это все стало жутко дорогое. Но, как вот, там заказы, конечно, будут... Значит, тут у нас диск. Тут у нас диск. Это изнутри. Тут у нас будет шайба. А, так где шайба все-таки, да? Шайба. Шайба. Металл. 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 Да, главное, Лена, какое правило? Главное правило металл. Металл. Картон с металлом сотрется. Здесь мы вставляем вот нашу плит. Вот он. И вот он у нас сюда. Вот он вот так вот. Понятно? Нет? Да, можно усики представить. Вот они, эти усики. Они потом вот закончатся будут вот сюда. Стягивайте за счет того, что они контактируют плоское с плоским, плотное с плотным. За счет этого будет стоять. Можно на ногах, на ногах, на руках. Некоторые пасы. Падать еще, ну, они рукам там. Металл. Продолжение следует...